Важно понимать, что если вы хотите программировать на РУБНРС, ребят, первый значительный шаг, цель, которая у вас должна стоять, это устроиться на стажировку или стажером на минимальную должность в какую-то компанию. Наша команда представляла доклады, которые позволят человеку, который решил научиться программировать, понять, что происходит, понять, куда смотреть, понять, с чего начинать и какие сделать первые шаги. В 2001 году все было очень сложно. Были плохие изменения. Бриф – клевый ежегодно проводимый форум, который в очередной раз проходит в Воронеже, в этот раз решил дойти и поучаствовать. Мы пишем красивый форум, мы хотим делать вещи красивые. С точки зрения преподавателей здесь очень сильная команда. Это что касается всего, что нужно знать перед тем, как начать программировать на РУБНРС. Я нечаянно хотел бы рассказать о некотором наборе библиотек. Я давал такие практические вещи, которые нужно просто прийти домой и попробовать. Мне кажется, всем хотелось прийти и попробовать, либо в ближайшее время уже взять и какой-то свой проект начать разрабатывать на РУБНРС. Потому что они на нем выросли. Нам, например, людям, которые приходят в программирование из какого-то бэкэнта или системной разработки… В этом году, кстати, аудитория была много моложе, чем в прошлом. И действительно были видны ребята, которые пришли с каких-то учебных заведений, с вузов. Было много студентов. Сама вот эта секция, слушай, ну, я не ожидал, что она так сработает. Она сработала хорошо. То есть она была уместна и для ребят, я так понял, она, в принципе, интересна. Поменялась концепция. Поменялась концепция и сделали акцент на обучении. И это вызвало гораздо больший эффект. То есть людей пришло больше, чем в прошлом году, когда мы рассказывали серьезные доклады о том, как мы делаем серьезные вещи. Но это абсолютно не решит никакие ваши проблемы. А вот если у вас есть, посмотрел подкаст, написал статью, выступил на конференции с докладом по этой теме, и после этого к нему обратилось несколько человек, и после этого они поставили ему лайк за то, что он действительно им помог, то вот это, наверное, учился новому. Простые награды – это самое сложное. Волосединилоberный эффект Волосединило ветое Редактор субтитров Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова